Видно на слайде, я работаю ВКонтакте, работаю уже 4 года, потому один, наверное, из самых счастливых AS-разработчиков, которые есть. Наша одна из таких отличительных черт, наверное, это большая любовь к продукту, большая любовь к пользователям. Мы очень стараемся сделать так, чтобы наши все фичи, которые мы делаем, чтобы они были качественные, хорошо работали, но не всегда нашим пользователям они по вкусу. Иногда мы получаем такие отзывы. Давайте лучше перейдем непосредственно к докладу. Сейчас объясню, к чему этот отзыв. Нам, как разработчикам, часто приходится сталкиваться с задачей создания своих новых каких-то типов данных. Некоторые из них имеют какую-то функциональную нагрузку, необходимую для того, чтобы сходить в сеть, может быть, как-то обработать изображение, сделать еще что-нибудь полезное. Другие имеют некий такой описательный характер, как вот, например, на слайде. Предположим, что у нас есть такая структура, которая описывает собаку. У нее есть пара полезных свойств, одно из которых описывает ее породу, и второе говорит о наличии у нее сутулости. Но это пример не из реальной жизни. В приложении ВКонтакте у нас довольно много таких структур данных. Самая большая часть, наверное, предназначена для того, чтобы как-то описать данные, которые мы получаем с сервера. Мы такие вещи, такие объекты называем доменными объектами. И они на самом деле ни для чего не нужны, кроме как спроецировать ответ сервера в код внутри нашего приложения, чтобы потом, исходя из данных, которые мы получили, сделать какой-то полезный вывод. Преимущество таких объектов стоит в том, что, в принципе, при желании их можно каким-то образом уложить в URL. Например, мы могли бы для примера указать такой URL, в котором была бы указана схема типа собака и перечислены какие-то параметры, которые однозначно бы определяли полностью этот объект. Таким образом я подвожу, что в некотором смысле все объекты в той или иной степени вокруг нас — это URL. Характеристику большого количества объектов можно описать с помощью URL благодаря тому, что у них есть какой-то набор свойств и у них есть значения. Как мы вообще пришли к тому, что использовали URL протокол внутри приложения ВКонтакте? Где-то полтора года назад, когда мы работали над новым разделом сообщений, появилась некоторая задача. У нас в приложении есть такой класс, называется URL ImageView. Это очень простой класс, просто наследник UI ImageView, который занимается одной задачей. У него есть метод render URL, и мы с помощью этого URL вставляем запрос в сеть. Этот URL ссылается на какую-то картинку. И мы из сети скачиваем эту картинку и просто устанавливаем свойства image. Все мы его любили и любим до сих пор за то, что он весь такой простой, выполняет одну функцию простую и делает это очень хорошо. Мы его также используем в списках. Он умеет загружать картинки. Мы просто показываем картинки в списке по URL. Как я уже сказал, появилась одна задача. Нам необходимо было загрузить ассеты из галереи, как-то возможно их обработать, может быть повернуть эти картинки, наложить какой-то фильтр и показать внутри раздела сообщений. Проблема здесь заключалась в том, что URL ImageView такого не умел. Естественно, уметь не мог, потому что он умел просто по какому-то URL показать картинку. Этим занимался некий ассет-сервис. И здесь я приведу лишь небольшой список того, что умеет этот ассет-сервис. Как я уже сказал, он умеет загрузить какой-то локальный ассет, как-то его трансформировать, может быть убрать какие-то метаданные, если нам нужно скрыть геолокацию при отправке сообщений, чтобы никто ее случайно не заметил. И, собственно, это то, чем он занимался. На тот момент и сейчас структура проекта выглядела следующим образом. У нас есть основное приложение VK Client, и у него есть ссылки на два других проекта. Первый – это Messages, тот самый новый раздел сообщений, который мы разрабатывали, внутри которого находился URL ImageView. И второй проект – это PhotoPicker, внутри которого располагался ассет-сервис и умел как-то работать с изображениями из галереи. Нам нужно было как-то подружить два проекта так, чтобы в проекте сообщений мы могли работать с локальными ассетами из ассет-сервиса. Ну, задача вроде не такая уж нетривиальная. Можно было бы просто закрыть ассет-сервис каким-то протоколом, который бы хранился в проекте Messages, где-то создать его сущность. Кто-то ее бы контролировал, какой-то сервис, может быть, еще или менеджер. Также нужно было добавить, возможно, какую-то свою реализацию кэша, потому что, во-первых, нам нужно было сохранять информацию о полученных картинках между перезапусками приложения, и, во-вторых, понятно, что работа с изображениями, она не такая уж и простая и занимает, возможно, какое-то время и нагружает в целом приложение. Поэтому мы хотели готовое уже изображение, может быть, где-то переиспользовать, показать в черновике сообщение, когда мы его только пишем, в списке сообщений, когда мы его отправляем, и, может быть, еще где-то, где нам захочется. И как-то мы думали над тем, как же можно решить эту проблему, может быть, другим способом попробовать какой-то другой вариант. И один из наших разработчиков, очень талантливых, которого зовут Максим, однажды предложил просто «Леха, давай попробуем через URL-протокол». «Давай», — сказал я, и так появился на свет так называемый Asset URL-протокол. Что мы сделали? Мы сформировали такого вида URL, определили для него схему и параметры, с помощью которых хотим однозначно определять картинку, которую хотим загрузить из галереи. Здесь на слайде указан ID, ширина, высота. Но, естественно, там были еще другие некоторые параметры, вроде тех, что я уже перечислил, каких-то фильтров, поворот, какая-то обрезка, может быть. И проект выглядел тогда примерно так. Уже два знакомых проекта, Messages и Photopicker. И мы с помощью нашей уже готовой ссылки через URL-1-систем обращались к нашему Asset URL-протоколу. У Asset URL-протокола есть ссылка на Asset Service. Он мог к нему обратиться, получить какую-то информацию о картинке по параметрам, которые мы ему передали, и вернуть уже готовые данные непосредственно в completion-handler запроса в URL-MatchView. Так мы победили эту задачку. Пришел Asset URL-протокол, умел обрабатывать вот такие ссылки, и задача была успешно решена. Чтобы было понятнее, предлагаю на примере рассмотреть, как можно для какой-то задачи попробовать использовать URL-протокол. Предположим, у нас есть такая задача. Нам нужно в приложении сделать такой список, в котором мы могли бы отображать по координатам снапшота карт. Зачем? Например, для того же черновика сообщений. Например, мы могли бы из этого списка выбирать какую-то карту по координатам и прикреплять ее к сообщениям. Но прежде чем продолжить, хотелось бы отметить один занятный нюанс. При работе с URL-протоколом у нас есть два важных типа данных. Это URL-протокол, который на самом деле не протокол, а класс, хоть и абстрактный. И есть еще некий URL-протокол-клайнт, который в свою очередь уже является протоколом. Итак, прежде чем начать, просто определим формат ссылки, который мы хотим загружать. В нашем случае предположим, что мы хотим указать схему URL-мэп и передавать просто широту и долготу координаты, которые хотим показывать в картинке. Для того, чтобы нам создать свой собственный URL-протокол, прежде всего нам необходимо унаследоваться от базового класса URL-протокол и переопределить четыре как минимум важных метода. Первый, Canonit, отвечает за то, может ли указанный протокол в принципе обрабатывать такого типа запросы. В нашем простом примере мы просто проверяем, что указана схема мэп, но в принципе здесь может быть любая логика. Второй метод предназначен для того, чтобы из запроса, который мы передаем в URL-протокол, привести его к некоему каноничному виду. Здесь мы можем определить какие-то специальные заголовки, если хотим. Может быть, как-то нормализовать схему. Самое важное здесь это, что на каждый входящий запрос в этот метод должен быть всегда один тот же ответ. В методе startloading происходит непосредственно загрузка данных. Здесь мы можем сходить в сеть, может быть, на диск за какими-то данными, по параметрам определить, какие нам данные нужны и как-то завершить уже работу протокола. После завершения работы протокола вызывается метод stoploading. Работа протокола может быть завершена как успешно, так и нет. Это может быть завершение по ошибке, может быть просто отмена запроса. Это хорошее место для того, чтобы освободить какие-то используемые ресурсы, прежде чем URL-протокол закончить свою работу. В нашем примере в методе startloading мы просто разберем наш URL, входящий на параметры, и передадим дальше непосредственно метод загрузки. В методе загрузки мы с помощью mk-map-снапшотера, который есть в MapKit, и с помощью переданных нами квери-параметров в URL определим, какой снапшот-карт мы хотим загружать и в completion-хендлере обработаем снапшот, сформируем из этого готовые уже данные, которые будем передавать дальше в метод завершения загрузки. В методе завершения загрузки нам необходимо сделать несколько важных вещей. Первое — это сформировать некий URL-респонс. Обратите внимание, что URL-респонс на самом деле не хранит никаких данных. Здесь мы указываем URL, mime-type, размер ответа, но не сами данные. Сами данные — это, естественно, дата, которую мы загрузили, и она передается не вместе с этим ответом, а как бы рядом. И также в методе завершения загрузки нам нужно вызвать как минимум три важных метода у URL-протокола клиента. Это, во-первых, сообщить ему о том, что мы получили такой-то ответ, который только что сформировали, указать для него политику кэширования. Об этом я остановлюсь, расскажу чуть позже. Также сообщить о том, что мы загрузили такие-то данные. Как я уже сказал, они передаются не вместе с ответом, а рядом. В данном случае методом после. И в конце сообщить о том, что работа URL-протокола завершена. Порядок этих вызовов, этих методов может немного отличаться в зависимости от реализации протокола. Например, мы можем захотеть загружать данные какие-то батчами и периодически сообщать об этом URL-протокол-клайнт для того, чтобы, например, поддержать отображение прогресса загрузки текущих данных. Что такое URL-протокол-клайнт? Это некий прокси между нашим URL-протоколом и всей системой URL-1-систем. Реализовывать свой URL-протокол-клайнт не нужно. Об этом также написано в документации. Под капотом уже есть своя реализация. Мы просто используем свойства, уже готовые внутри URL-протокола. При ошибке в работе URL-протокола нам также необходимо корректно оповестить об этом клиент. Мы здесь указываем ошибку, которая затем будет непосредственно передана уже в completion handler обработке нашего запроса, где мы можем как-то корректно на нее среагировать. Осталось всего пару шагов. Во-первых, это… Естественно, нам потребуется URL-сессия с определенной конфигурацией. Здесь мы можем указать список типов URL-протоколов, которые мы хотим поддержать. По умолчанию поддерживаются HTTP и HTTPS протоколы. А также мы указываем здесь свои, если мы хотим, чтобы сессия с данной конфигурацией их поддерживала. И также есть уже знакомый URL-амидж-фью, о котором я сказал раньше. На самом деле он мог уже быть готовым. Мы могли уже уметь загружать какие-то картинки просто через интернет. Это уже готовый код. Его не нужно менять. Он просто получает на вход какой-то URL, загружает ее и записывает свойства имидж. Код у контроллера и модель я в целях экономии времени приводить не буду, но предположим, что у нас просто есть какой-то UI collection-вью контроллер с какими-то ячейками, внутри которых располагается этот URL-амидж-вью. А в модели у нас есть просто список вот таких ссылок, такого формата, который умеет MapURL-протокол обрабатывать. Вот такой получается результат. На самом деле без дополнительного вмешательства в URL-амидж-фью можно очень легко поддержать загрузку новых типов картинок или в принципе любых данных. Вроде все работает хорошо, но на самом деле, к сожалению, еще недостаточно. Вы могли заметить, что при прокрутке списка почему-то снапшоты карт каждый раз загружаются заново. Если мы его сейчас отскролим наверх, снова начинает загрузка снапшота в карт. Если мы попробуем отладить наше приложение, то увидим следующую картину. Когда мы заходим в метод render URL и пытаемся загрузить наше изображение, мы каждый раз обращаемся к нашему MapURL-протоколу и снова и снова попадаем в метод startloading и каждый раз загружаем картинку через MapSnapShotter. А что, естественно, занимает какое-то время, он срабатывает не моментально, а что подводит нас к выводу о том, что почему-то кэширование не работает. Как же работает кэш? Я разделил процесс работы кэша на два очевидных этапа. Первый – это запись. Как происходит запись ответов на наши запросы в URL-loading system? Во-первых, при конфигурации нашей эсэсии нам необходимо указать URL-кэш, который мы хотим использовать, который будет использоваться для того, чтобы закэшировать ответы на запросы, которые мы делаем. Это не единственный шаг, поэтому двигаемся дальше. Как я уже сказал ранее, в методе завершения загрузки мы вызываем некоторые методы у URL-протокола клиента, один из которых – это, что мы получили такой-то ответ и указываем для него политику кэширования. В данном случае мы указываем такую политику кэширования. Это означает, что URL-протокол-клайент, получив такое значение в этом методе, сообщит URL-loading system о том, что кэширование ответа на запрос разрешено. И URL-loading system сделает следующее. Она сформирует некий cached URL-респонс, в который положит тот самый респонс, который мы сформировали, и данные. И с помощью метода store-cached-response for request у URL-loading system есть ссылка на наш текущий URL-кэш, положит эти данные для текущего запроса. Cached-URL-response – это такой очень простой объект. У него есть несколько полезных свойств. Но самое важное для нас – это, естественно, респонс и данные. Больше, на самом деле, ничего такого интересного оно не хранит. Нужно для того, чтобы затем для какого-то реквеста получить эти данные, и чтобы их затем можно было применить. Как происходит чтение данных для запроса? Когда мы формируем наш запрос к URL-сессии, помимо того, что мы указываем URL, мы также можем указать и политику кэширования. По умолчанию используется политика кэширования, такая use protocol cache policy. Это значит, что здесь работа по тому, как получить и как применить закэшированный ответ на запрос, если он есть, ложится полностью на реализацию URL протокола. Под капотом для HTTP и HTTPS протоколов уже есть своя сложная реализация того, как получить закэшированный ответ на наш запрос. И мы могли бы такую реализацию написать сами. Но у нас есть и простой выход из ситуации. Мы можем просто указать такое значение у этого параметра. Таким образом, URL-лоди-систем поймет, что мы хотим получить закэшированные данные, если они есть, а если нет, то загрузить их. И если они есть, то уже при инициализации URL протокола в метод init одним из аргументов, который называется cached response, будет передано, собственно, значение закэшированного ответа, если оно есть. Внутри метода startloading нам останется только проверить, что внутри свойства cached response есть какая-то информация, и можно будет ее применить. Итого, для того, чтобы реализовать кэш с помощью URL протокола, необходимо несколько шагов. Во-первых, это правильно, корректно установить кэш, который мы хотим использовать для URL-сессии. Корректно оповестить об этом URL протокол клиент, что мы разрешаем закэшировать ответ на наши запросы. Правильно настроить URL-запрос так, чтобы мы могли получить данные закэшированные, если они уже есть, и во время вернуть cached response внутри реализации нашего URL протокола. Вот такой результат получается. Как видно, по мере скролла данные уже загружены, не перезагружаются заново. Все потому, что они кэшируются и используются закэшированные каждый раз, когда мы пытаемся загрузить данные. Вроде круто, но все еще есть один нюанс. Во время реализации URL протокола своего мы столкнулись с рядом крышей, к сожалению, которые довольно быстро проявились, потому, что мы использовали URL протокол для загрузки изображений в списке. И это привело к некоторым крышам. Первый мы решили следующим образом. Методы cached response for request и store cached response for request мы обернули в свою очередь, на которой синхронно выполняли эти методы. Это сделано для того, чтобы в соответствии с документацией… В документации, точнее, сказано, что все сабклассы URL кэша должны быть реализованы так, чтобы эти методы, они работали thread safe, у них не было каких-то race condition, потому, что они могут возникать из-за внутренней реализации. Но мы, как здесь видно, в соответствии с документацией написано, что сабклассы URL кэша должны быть реализованы соответствующим образом, но мы пытались использовать и стандартные URL кэш shared, и там либо возникли такие же проблемы, либо очень похожие, потому что stack trace у них были похожи между собой. И вторая проблема, она проявилась на iOS 9, заключалась она в том, что начало загрузки URL протокола в методе startloading могло выполняться на одном потоке, а завершаться на другом. Поэтому это почему… по какой-то причине вызывало крыши, и мы сделали такой простой хак. Мы просто сохранили текущий поток в отдельное свойство внутри URL протокола. во время начала загрузки и затем уже в конце выполняли завершение загрузки непосредственно на этом потоке. Хочу отметить, что мы внутри приложения ВКонтакте довольно активно используем URL протоколы свои. Вот несколько примеров. Уже знакомый вам asset URL протокол. Он действительно существует, хотя называется не так красиво, ВКПП URL протокол. Но занимается он как раз тем самым. Он позволяет нам обратиться к asset сервису, получить готовые данные о картинке, передав набор параметров, и отрисовать уже готовый список картинок внутри списка сообщений. Второй тип URL протокола это MapURL протокол. Тоже известный из примера. Он действительно существует. Как вы знаете, в списке сообщений в приложении ВКонтакте есть огромное количество оттачек, которые мы показываем. Это фотографии, видео, стикеры, граффити и карты в том числе. И нам не хотелось писать какую-то дополнительную логику, которая знала бы про то, как заниматься загрузкой карт. Мы просто хотели по URL загрузить какую-то картинку, потому что снапшот карты по сути этим и является. За это отвечает MapURL протокол. Еще один пример – это некий Paul Background URL протокол. Он занимается тем, что загружает такие красивые фоны для опросов в новостной ленте в приложении. И есть еще Avatar URL протокол. У нас в списке сообщений, а точнее в списке бесед, есть как беседы с одним человеком, так и есть групповые чаты. И для таких чатов мы показываем сетку из участников, а не одного собеседника. И загрузкой такой картинки занимается именно Avatar URL протокол. На вход мы ему присылаем от одного до четырех URL на картинки. Он сам следит за тем, чтобы загрузить эти картинки все полностью, нарезать готовую картинку с какими-то отступами и вернуть уже готовые данные. Из недостатков подхода с использованием URL протокола хотелось бы отметить пару пунктов. Первый – это отсутствие строгой типизации, что особенно болезненно ощущается для тех разработчиков, которые уже долгое время пишут на Swift, например. Здесь понятно, нам приходится самостоятельно следить за тем, чтобы URL, который мы формируем, он был корректно указан, правильно указана схема, не было опечаток при формировании параметров. Мы для решения такой проблемы используем некие URL-билдеры. Нам это решение не очень нравится, потому что это добавляет новых сущностей, каких-то типов данных, про которые нужно знать. Но пока мы лучшего решения не придумали, мы этим пользуемся. И также есть еще пара неочевидных падений, о которых я сказал раньше. Но здесь хотел бы отметить, что неочевидные падения – это, наверное, часть нашей работы как разработчиков. Часто мы с ними сталкиваемся, и, как обычно, они решаются либо более вдумчивым чтением документации, либо более глубоким изучением стек-трейса и выявлением корня проблемы. Зато из преимуществ хотелось бы отметить следующее. Во-первых, это уже понятно слабая связанность компонентов. Нам не нужно знать ничего о конкретной реализации. Мы просто работаем с URL, делаем какой-то запрос, получаем ответ и внутренней реализации ничего не знаем. URL-протокол довольно просто реализовать. Достаточно определить несколько простых методов, зарегистрировать его для URL-сессии, и можно пользоваться. URL-протокол удобно использовать. Мы оперируем уже готовыми компонентами вроде URL, URL-request, URL-session, URL-session-datatask всеми теми же, которыми мы пользуемся для загрузки картинок, например, или любых других данных. Также есть поддержка кэширования, что называется, из коробки. Нужно только правильно ее реализовать, поддержать, и все будет работать. Нам не нужно думать о том, нужно ли инвалидировать кэш, как его получить, нужно ли сохранить в памяти или на диск. Об этом заботится URL-1-систем. Но, тем не менее, если нам нужен больше контроль, он есть, и мы можем самостоятельно его контролировать. И также, когда я рассказывал коллегам этот доклад, мне предложили одним из преимуществ, такое очень интересное, это возможность как-то замокать API. Предположим, что у нас есть какой-то API, например, API вконтакте, у него есть несколько методов, и мы могли бы просто заменив схему, например, на какую-то кастомную, возвращать какие-то тестовые данные в реализации своего протокола, может быть, написать какие-то тесты, посмотреть, как приложение себя ведет в той или иной ситуации, и не быть завязанным, в принципе, на загрузку данных сервера. Потом, когда мы выпускаем приложение, достаточно просто заменить одну схему на другую, и все должно корректно работать. Использовать URL-протокол в реальной жизни или нет? Я, конечно, не могу сказать, что сейчас нужно все бросить и бежать использовать URL-протокол для решения любой задачи, но, тем не менее, нам кажется, что это может помочь посмотреть на проблему с другой стороны, может быть, это может помочь решить какую-то проблему. Возможно, другое решение стоит больших затрат времени и сил, и URL-протокол поможет обойтись и решить задачу простым способом. У меня все. Спасибо за внимание. Спасибо, Алексей. Теперь можно вопросы задать. Привет. Спасибо за доклад. У меня такой вопрос. А в чем ценность, собственно, URL-протокола? То есть ты привел пример про асинхронную загрузку картинок, но убери из всей этой схемы URL-протокол, и, мне кажется, задача и так решится. То есть напиши просто обобщенную какой-то код с какими-то протоколами, который будет решать конкретную задачу асинхронную загрузку картинок. И, в принципе, в чем ценность? В том, что URL-протокол можешь скармливать системным каким-то фреймворком, и он будет как-то генерализованно с ними работать. Или вот в чем я не совсем уловил. То есть получается, путь, связанный с URL-протоколом, это танцы с волками. То есть ты заставляешь себя до бассейнения заучивать вот как раз документацию, чтобы справляться с неочевидными падениями. Хотя в данном клиентном случае, мне кажется, и без URL-протокола ты мог это сделать каким-то таким медом вопрос. Спасибо за вопрос. Да, конечно, я не настаиваю на том, что это единственное решение. Как я уже сказал, вообще одним из главных, наверное, преимуществ, я считаю, это наличие кэширования, что очень здорово, нам не нужно совершенно об этом заботиться. Но, ладно, допустим, без кэширования, естественно, можно решить проблему другим способом. Об этом я тоже сказал. Мы могли бы для нашей конкретной задачи, например, взаимодействия от сообщения с другим проектом, могли бы реализовать какой-то протокол, там написать какую-то реализацию. Все это возможно, да. Это решение с URL-протоколом, это одно из решений, которое может быть полезно знать. Это во-первых. Во-вторых, естественно, да, на мой взгляд, хорошо, когда мы стараемся оперировать системными компонентами, не расширяем энтропию добавлением каких-то новых структур данных в большом количестве, таких как протоколов, класс, который будет реализовывать этот протокол. Возможно, он будет варьироваться в зависимости от того, какую картинку или какие данные мы хотим загрузить. Тут речь не только про асинхронность, наверное. И еще хотелось бы отметить, что ВКонтакте внутри, по крайней мере, мы довольно сильно любим заучивать документацию, знать, стараться разобраться максимально глубоко, как все работает. Я, честно признаюсь, этим это недостатком не считаю. Спасибо за вопрос. Еще вопросы? Вот, в центре. Спасибо за доклад. Вот смотри, ты сказал, что используется URL-билдер, то есть есть какие-то сущности, которые, ну, потом из них собирается URL-ка, которую необходимо скормить непосредственно вот этой штуке. А почему нельзя напрямую отдавать уже эту сущность, заполненную, то есть без всяких URL-билдеров? Спасибо за вопрос, я не очень, правда, понял. Сущность, какую передавать и кому? Ну, именно структура. Структура данных, то есть используется для создания URL-а. Ты сказал, что URL-билдер есть. То есть у вас генерируется URL. Вроде сделать экстеншн для структуры, которая мог бы формировать URL из нее. Нет, напрямую отдавать заполненную структуру. Проблема здесь в том, что при составлении URL-запроса мы можем передать туда только URL. Поэтому URL нам нужно как-то составить из структуры и как-то передать. Ну, а если абстрагироваться от того, что это принимает URL, и чтобы класс непосредственно вот этот протокол принимал уже структуру? Ну, насколько я знаю, по крайней мере, такой возможности нет, потому что мы взаимодействие, на самом деле мы вручную не создаем сущность URL-протокола. Этим занимается URL-loading-систем в тот момент, когда мы создаем URL, который передаем в URL-сession-дата-таск, который затем передаем в сессию, чтобы его выполнить. Выполняем URL-сессию и с помощью URL-loading-систем создает сущность URL-протокола, в который уже передается непосредственно URL. свою структуру данных, насколько мне известно, по крайней мере, нельзя передать. Нет, но можно я после, подойду после доклада? Да, конечно. Да, еще вопрос есть? Спасибо за доклад. Интересно было. У меня такой вопрос. Вот пример с картами. Я, честно говоря, не совсем понял, есть ли здесь преимущество использования вот такого подхода. ведь, как я понял, там нужно было по URL-у получить ну, что-то вроде тайла, да, карты, ну, по каким-то… Да, правильно. Нельзя ли было использовать какие-то стандартные методы API-карты, просто передавая туда обычный URL? Ну, там же наверняка предоставляется каким-то образом. Спасибо за вопрос. Изображение. Да, конечно, можно было вообще обойтись без взаимодействия с URL-протоколом. В принципе, просто добавить ссылку на MapKit и с помощью MapSnapShotter также там большое количество параметров, которые мы можем передать. Из модели взять какой-то набор координат, сформировать данные и показать их внутри ячейки. Я хотел акцентировать внимание на том, что предположим, что у нас уже есть какой-то image view, который умеет загружать по URL-у, и мы хотим, например, расширяя вот этот пример, предположим, у нас есть уже список, и мы умеем загружать какие-то картинки из интернета, например, просто. И мы хотим туда добавить возможность загружать также картинки и карт. И для того, чтобы не плодить дополнительные сущности, не создавать новые абстракции какие-то, не добавлять логику, которая будет загружать, заниматься загрузкой снапшота в карт вместе, точнее, рядом с загрузкой картинок просто по сети, чтобы как-то не мешать, можно использовать такое решение с помощью URL-протокола и немного отделить логику, опять же, автоматически поддержав всякое кэширование, возможность там асинхронной загрузки и совершенно не думать о таких вещах. Еще вопросы? Ну, что от меня еще небольшой вопрос. Смотри, ты очень много говоришь про кто-что кэширование идет с коробки, касательно превьюшек и всего такого. У нас часто есть задачи, когда мы там тайлы подгрузили и можем большую превьюшку, ну, то есть какие-то нужны иерархии кэшей делать, в зависимости от этой иерархии их уметь чистить, насколько URL-протокол в этом случае расширяем. Ну, то есть у нас мы это загрузили маленькие тайлы, мы можем на время загрузки большой картинки в галерее допустим показать растантую маленькую или хотим почистить кэши только больших картинок, тайлы оставить, потому что они нам нужны всегда. Ну, спасибо, интересный вопрос. То есть здесь, наверное, надо подумать, так сразу сложно сказать, потому что, наверное, зависит, возможно, это могло бы быть два запроса, разных, например, на какую-то там заблюренную картинку отдельную и на уже готовую. Наверное, нам все равно пришлось бы загружать два снапшота карты для каждой картинки. И, наверное, это могло бы быть два отдельных запроса. И, наверное, так бы можно было проблему решить. Все. Теперь у тебя опять же сложная задача выбрать лучший вопрос. Спасибо. Мне понравился первый вопрос. Первый вопрос был где-то там, да? Где-то на заднем ряду, да. Все. Спасибо тебе огромное за доклад. Было реально очень интересно. Небольшой тебе подарок от организаторов. Спасибо.